Снова какой-то ерунды треволок с мусорки. Ой, чувствую, канитель заворачивается, нездоровая. Ой, чувствую. Но ничего, Прохор Николаевич проконтролирует. Будьте спокойны и уверены во мне. Для начала хорошенечко вымою сей незамысловатый инструмент. Неизвестно в чьих руках он побывал и какие блохи, вши и тарраканы по нему ползали. Конечно мою и изнутри, отвинтив винт и сняв крышку. Санитария в нашем случае, в нынешних геополитических условиях, имеет важнейшее значение. Завершив банные мероприятия, отрезаю с одной и со второй сторон по 70 мм. Сразу хочу сказать, что делаю я это осознанно, с пониманием всех последствий. Поверьте, так нужно. Место реза обрабатываю на токарном станке, дабы получить ровную поверхность. Дополнительно шлифую наждачной бумагой. Кстати, хочу обратить ваше внимание, работы ведутся уже над другим аналогичным инструментом. Первый экземпляр я подарил другу. Он как прицепился, подари, подари, подари. Мне пришлось быстренько его модернизировать, как я и планировал, и все-таки подарить. К сожалению, производить видеосъемку всего процесса не было времени. Но ничего страшного. Взамен вышеупомянутый друг подогнал мне похожий инструмент. Правда, немного больших размеров. Естественно, правильность его работы я проверял предварительно. Внутри, правда, все обустроено несколько иначе. Но, в принципе, для нашей самоделки это не критично. Главное, чтобы было свободное место, а его здесь предостаточно. Раз уж устройство разобрано, сразу подровняю боковые стетки. На них присутствуют достаточно серьезные повреждения в виде вмятин, царапин и прочих неприятностей. Удаляю все это абразивным инструментом. Напильником, над филями, наждачной бумагой. Необходимо запечатлеть. Я взял свой фотоаппарат с молодости вилле авто. Не набираю я современным гаджетам. Нам нужны фотокарточки для сбора доказательной базы в случае необходимости. Пойду проявлять пленку. Что касается краски, ее удаляю полюбившейся мне смывкой. При воздействии этого химиката, она, краска, то есть, вспучивается практически мгновенно. Прям магия самая настоящая. В одном из торцов сверлю отверстие диаметром 4,5 мм для установки тумблера. Тумблер, между прочим, крохотных размеров. Честно вам признаться, таких маленьких выключателей я еще не встречал. Несмотря на то, что с электроникой я имею дело постоянно. Единственный недостаток, на мой взгляд, это отсутствие резьбы для возможности крепления с помощью гайки. Антога попросил найти резистор 200 Ом, что у него насыпало, сколько раз уволили. Возьми спичечные коробочки, скаляй, отсортируй, ту-ту-ту-ту-ту, и это же будет другое дело, а теперь, теперь, проверим тач. Так, два мегалума, многое, журосудачу, транзистор, транзистор, так, 7,5 кг, нет. Двести... Двести он! Есть! Победа! Запомните, автобус приходит всегда, когда вы покидаете остановку. Всегда. То есть, не спешите покидать остановку. Вот такое несложное электронное устройство получилось. В качестве источника питания выступают три батарейки, соединенные последовательно и обеспечивающие напряжение 4,5 вольта. Такого источника питания хватит на достаточно продолжительный срок, поскольку потребление тока незначительное. Последнее, что предстоит сделать, выточить винт с отверстием, с помощью которого будет крепиться цепочка с кольцом. Речь идет о кольце, как на брелках, для ключей. Сразу же его и установлю. С обратной стороны накручиваю гайку, которую фиксирую от самопроизвольного откручивания эпоксидной смолой. К слову, есть у меня такой подписчик с ником Мастер рисунков. Вот он просил попробовать замешать смолу на фольге. Я обещал, я выполняю. Но что могу сказать? На фольге действительно удобно. Буду юзать сей метод. Спасибо, товарищ! Следующим этапом устанавливаю электронику. Здесь мне очень пригодятся мои торцевые ключи для маленьких метизов, которые я изготавливал некоторое время назад. Кому интересно, ссылка на это видео будет в описании. Палиэтилен, который защищал измерительную колбу, я решил не использовать. Больно грязным он оказался. Взамен я вырезал подходящий отрезок хорстекла из коробки от компакт-диска. Уверен, видимость с хорстеклом будет в разы лучшей. Эту самую защиту креплю с помощью двухкомпонентного клея. Да, отмечу, что хорстекло использовано и в окошках боковых стенок. Фактически остались мелочи. Закрепить эти самые боковые крышки и закрепить цепочку с кольцом. В конечном результате получаем уровень повышенной точности и повышенной удобности. Но самое главное преимущество, это повышенная ударопрочность. Это вам не китайские уровни, которые после падения или удара показывают плюс-минус километр. Данный экземпляр, как и тот, который я нашел на мусорке, уйдет в пользование моего друга. Он занимается установкой различных турников, кронштейнов и тому подобных вещей. Для него маленький уровень просто незаменим. Для чего же в этой самоделке, если можно так выразиться, шестигранный ключ? А вот подумайте, пишите свои варианты в комментариях, порассуждаем вместе. Кстати, не забудьте посетить нашу страницу в инстаграм. Мы там с Антохой частенько бываем. Будем общаться. Тугазе мы сила. Помните об этом. Вот такое вот кино, вино и длино. Вот так вот. 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 Продолжение следует...